Всем привет! Привет, привет! И добро пожаловать на мой канал! Рада всех видеть! Если я вам еще не надоела со своими овощами, со своими баклажанами, то оставайтесь со мной. Сегодня мы вместе с вами сделаем такую домашнюю заготовку на зиму из баклажанов. И называется эта заготовка «Тещин язык». Почему «Тещин язык»? Ну, такое народное название, потому что это такая... зимний салат очень острый. Ну, или не очень острый. Это уже будет зависеть от вашего желания. Я думаю, что вы этот рецепт знаете все хорошо. Я думаю, что многие его делают. Я его не делала давно. Ну, как-то не случалось. В России баклажаны достаточно дорогие, чтобы делать заготовки из них на зиму. Если хочется что-то приготовить именно из баклажан, пойдешь там купишь один, приготовишь. Вот. А на зиму таких мировых масштабов массового производства, наверное, делают только те, кто выращивают. Или те, кто... Ну, во всяком случае, у нас в средней полосе редко, наверное, такие заготовки делают. А вот Краснодарский край, Ставропольский, там, где тепло, там, наверное, этот салат пользуется большой популярностью. Я имею в виду... Сейчас говорим про Россию. Ну, а другие страны, кто меня смотрит, наверное, там тоже знают эти салаты, которые... Этот салат, те люди, которые живут в более теплых странах. Много говорю. Что у меня есть? У меня есть... Ой, стыдно показывать. Вот такая вот замызганная бумажка. Я вам говорю... Ну, это говорит о том, что я часто это делаю. Я вам говорила, что когда-то мы с вами обсуждали, вот записывайте вы рецепт или не записывайте в книжку. Я говорю, у меня все вот так вот на листочках. Я еще, значит, на компьютере там это распечатала. А писать вот в какую-то записную книжку, в какую-то кулинарную книгу у меня не получалось никак. На это не было времени. Но я так вот судобросовестно складываю. Складываю, у меня такой прям пакетик. Вот все там. Но ни разу не дошло дело до того, чтобы это все как-то систематизировать. И, наверное, я этого делать не буду. Мне удобнее вот с такими листочками. Я его выточила, приготовила и опять туда убрала. Ну, каждому свою. Так вот, на этом замызганном листочке написан рецепт баклажанов. Я вам его сейчас говорить не буду. Сам рецепт, сколько чего надо, он будет в описании под видео. Скажу вам только сразу, что этот рецепт рассчитан на 3 килограмма баклажан. Конечно, у меня нет 3 килограмма. Конечно, я не буду их делать 3 килограмма, потому что это очень много получается. У меня здесь написано, что выход получается 5 пол-литровых банок из 3 килограммов кабачков. Но мне кажется, что получается больше. Но почему-то у меня записано здесь так. Я не буду делать, конечно, из 3 килограммов. Вот у меня тут есть на вскидку килограмм или полтора. Вот из них я все это буду делать. А вам я просто покажу, что я буду делать. А сам рецепт и количество вы узнаете уже из самого рецепта в описании под видео. Что нам нужны? Баклажаны, нам нужны помидоры. Вот я специально покупала помидорчики такие на переработку. Нам нужен обязательно чеснок, обязательно. Нам нужен перец горький, но нам нужен будет только один стручок, потому что будет очень острый. Ну а кто любит поострее, уже там сами себе добавите. И обычный болгарский перец. Это вот из овощей. Ну а что там? Соль, сахар, масло и так далее. Мы это все узнаем. Давайте будем готовить. Кто остается со мной, помогайте. Будем готовить салат из баклажанов. Называется Тещин язык. С чего мы начнем? Начнем мы с того, что мы перемоем все овощи. Перемоем баклажаны, перемоем помидорчики, перчик. Почистим чесночок. Очистим горький перец тоже от семечек. Ну вы знаете, что самая острота в семечках. Поэтому с семечками аккуратнее. Даже лучше это делать в перчатках. Или как-то очень аккуратненько убрать все семечки из горького перца. И все, кроме баклажан, мы провернем на мясорубку. У меня есть мясорубка. Привезли мы ее еще из России. Здесь не покупали. И все, помидоры, перец, чеснок и горький перец, я все перекручу на мясорубке. Будет такая кашица. Я помыла, нарезала овощи. Здесь у меня помидоры и перец. Здесь я почистила чесночок. Стоит уже мясорубка. И сейчас я все это перекручу на мясорубке. А дальше уже будем вам рассказывать, что я буду делать дальше. И так, я все перекрутила через мясорубку. У меня получилась вот такая вот жидкость. Буду называть ее рассол. Теперь его нужно сварить. Я приготовила тут большую кастрюльку. Ну, потому что у меня это самая подходящая емкость, которая есть. Конечно, она великовато для всего этого. Но сюда мы будем добавлять. Значит, что мы сюда добавим? Мы сюда, беру свой листочек. Сюда мы обязательно добавим. Растительное масло, сахар, соль и уксус. Количество всего этого вы увидите в описании под видео. Потому что там написано на определенное количество. У меня это количество совсем другое. Добавляем и ставим это все кипятиться. Так, все необходимое я сюда добавила. Масло, сахар, соль, уксус. Пока это все будет вариться. Я порежу баклажаны. Баклажаны нужно просто порезать кружочками. Все просто-просто. Тут у меня варится рассол. Вот он уже закипает сейчас на медленном огне. Сколько варить? Ну, не знаю, минут, может, 15. Ну, надо, чтобы помидорчики сварились. Вы увидите, они цвет поменяют. А здесь я нарезала баклажаны обычными кружочками. Пока это все варится, вы можете подготовить банки, куда вы это будете все закрывать. Банки нужно простерилизовать, и они должны быть, ну, естественно, чистые, простерилизованные, крышечки, и держать их на готове. А мы пока варим рассол. О, как запотело. Так, ну, рассол сварился, видите, цвет изменился. В общем, можно сюда теперь уже и баклажанчики запускать вот так вот колечками. Ой, ой, все запотело, как вам показать, вот так вот. Ну, после того, как я их сюда все опущу, варить их нужно 15-20 минут, не больше. Иначе они начинают вот из этих колечек распадаться, и получается такая каша. А они все-таки должны быть каждой отдельно. Ну, сейчас я переложу все, размешаю, вам покажу. Баклажанчики уже почти готовы. Ой, ну как же запотевает-то все. В общем, готовы они, знаете, как узнать, вот точно или нет они готовы. Они должны равномерно все по вот жидкости распределяться. Не плавать, вот там некоторые сверху, видите, у меня плавают. Вот, а все равномерно быть погружены. Еще буквально 5 минут, и они будут готовы. И я их уже в банки разолью. Так, баклажанчики готовы, можно их разливать по баночкам. Итак, мои баклажанчики готовы. Я их разлила по баночкам, баночки укупорила крышечками. Вот, смотрите, какая красота. Они сейчас еще горячие, дотронуться невозможно. Поверьте мне, это очень вкусно. Я не сомневаюсь, что многие готовят так. Я просто хотела вам напомнить об этом замечательном рецепте. И посмотрите, как красиво все это выглядит. Это же просто вот красота неописуемая. Баклажаны мои готовы, как я вам говорила. Держу в этой, в тряпочке, потому что еще горячие. Как их хранить? Вообще, вот их можно прям вот, когда сварились, можно их не укупоривать в банку, а прям есть вот так. Горячими они не очень хороши, а вот холодные, как закуска, вообще просто великолепно. Вы можете переложить в любую какую-нибудь тару, они остынут, и потом подавать на стол прям тот же день. Вот. Ну, я вот сделала три баночки, потому что у меня еще там те баклажаны есть, я их еще не доела. Кстати, напишите, понравился вам рецепт вот этих вот баклажанов, которые с лучком зеленым, по рецепту, который я в интернете нашла. Вот. А эти вот на длительное хранение банки готовы. Я их закрыла. Вот три баночки вы видели, получились. Где их хранить? Я в России, у меня не было ни подвала, ничего. Они у меня стояли просто в шкафу. И совершенно спокойно выдерживали комнатную температуру. Никаких проблем нет, потому что здесь есть уксус. Хочу ее куда-нибудь поставить, потому что горячая. Вот. Конечно, идеально хранить в каком-нибудь прохладном месте. Не знаю, там в подвале, в погребе, или там, может быть, у вас какие-нибудь там кладовки есть. Ну, где вы обычно храните все. То есть особых условий для хранения этому не надо. И где я буду хранить? Ну, наверное, просто тоже в шкаф поставлю, потому что у нас уже похолодало. И, в общем-то, они, наверное, не испортятся. Но я надеюсь, что в ближайшее время мы это будем есть. Предстоят новогодние праздники, там, день рождения у меня, день рождения ура. Я думаю, все баночки будут потихоньку открываться. Огурчики у нас тоже уже готовые. Уже мы их едим. Помните, мы тоже огурцы закрывали. В общем, такая я хозяюшка. Спасибо, что были со мной на моей кухне. Спасибо, что помогли мне приготовить этот салат. Кто-то готовит, напишите, пожалуйста, так вы готовите. Или, может быть, у вас какие-то есть секретные ингредиенты, которые вы добавляете сюда. А, может быть, делаете и так по моему рецепту. У меня этот рецепт уже, ну, знаете, даже боюсь сказать, сколько времени. Лет 25, наверное, 30 точно я делаю по такому рецепту баклажаны. Спасибо, что были со мной. Спасибо, что помогли. Увидимся в следующем видео. И всем пока-пока. Продолжение следует...